За пять лет в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в Нарьинмаре благоустроено более 50 общественных территорий. В этом году темпы работ также не снижаются. Подробнее расскажет Александра Литкова. Детские спортивно-игровые площадки, тротуары, дворовые территории, площадка для выгула собак и многое другое. Создавать условия для интересного, комфортного и безопасного досуга на свежем воздухе в Нарьинмаре активно начали в 2017 году. В рамках региональных и муниципальных программ национального проекта формирования комфортной городской среды. Ну, конечно, для детей, вот в данном плане, например, я с маленьким ребенком, ну, допустим, вот эти качели очень удобные. Так, ну, пытаются, стараются что-то строить в лучшую сторону. Город изменяет в лучшую сторону. В принципе, все здесь чисто, все убирается. Детские площадки. Но только бы население еще берегло, было бы лучше. Мне нравится скит-парк, там хорошая, ну, площадь, там парк хороший. Мне нравится в парк ходить, там рядом с скит-парком, там хорошо. В Кармановке парк сделали, около нашего дома там парк сделан, качели для детей сделаны. Так что, так что делается много. Я здесь давно живу, всю жизнь здесь живу. Так что, сразу видно. И самое главное, чисто. Набережную сделали, вот эта наша. Вообще, она небольшая. Там в районе у нас, где Белосщелье начиналось. Вот это у нас, я считаю, что это очень хороший проект. Только, к сожалению, она очень маленькая. Хотелось бы, чтобы у нас была настоящая набережная в городе на Ильинмаре. Вот. Ну, я знаю, что детские площадки делаются очень культурные. За пять лет на территории города за счет различных источников финансирования благоустроены более 50 уличных пространств, которые стали любимыми местами отдыха горожан. Открытость, обязательно участие горожан в выборе объектов благоустройства, оперативность в реализации – это основные критерии проекта. В благоустройство общественных территорий в этом году подрядчик приступил в начале июня. Это два объекта – спортивные и игровые кластеры у детского сада «Радуга» и в районе домов номер 10 и 11 по улице Строительной. На данный момент мы произвели демонтаж всех малых архитектурных форм. Производим демонтаж ограждений садовых. Демонтировали по всей детской площадке бетонные основания с армированным бетоном. Производим на данный момент вывоз грунта и бетонолома. Дальше у нас идет в планах вертикальная планировка земельного участка, разбивка, подсыпка до нужной проектной отметки, после чего уже будем разбивку делать с геодезистом всего контура детской площадки. То есть работы мы ведем уже порядка 10 дней. Согласно графику, завершить благоустройство подрядчик должен к 30 сентября. Стоит отметить, сейчас работы ведутся с опережением графика. На 2022 и 2023 годы запланированы работы по благоустройству еще пяти общественных мест в Нарьенмаре. Сахалинский лес, так называемый, где планируется сделать дорожки, места отдыха, скамеечки, ну, возможно, будет парковка. Пока еще проекты сырые, и они будут уточняться. Это проект в районе метеостанции, где также будет разбита зона отдыха с парковкой. Планируется проект строительства детской игровой площадки «Старый аэропорт». Сейчас муниципалитет уже ждет от гаража новые предложения по созданию объектов комфортной среды. Уже определены сроки приема предложений по общественным территориям для благоустройства в 2024 году. Заявку можно будет подать с 1 июля по 30 октября 2021 года.